Музыка Я шефовар Сергей Мулаховский Музыка Вегетарианская кухня это вкусно, быстро и просто Музыка Как семь цветов радуги, как семь музыкальных нот Музыка Готовлю татарские костыбы Для этого мне понадобится немного картофеля, мука, вода, соль, мускатный орех, шпинат и чуть-чуть крахмала Время приготовления займет у меня минут 25, потому что я буду варить картофель и замешивать тесто На счет раз я очищу картофель и поставлю его варить в подсоленной воде Свои костыбы я немножко усложню, добавлю в картофель мускатного ореха А в тесто шпината Обратите внимание, что я в кипяток картофель, когда отправляю, режу его вдоль Делается это для того, чтобы он равномерно сварился Когда у вас чайник есть с кипятком, процессы на кухне идут всегда быстрее И еще один момент, солью я картофель, когда он уже закипел и варю его в подсоленной воде Считаю, что так он получится вкуснее Я поставил картошку вариться На счет два я замешиваю тесто на костыбы Насыпаю муку горкой прямо на стол Добавляю немножко крахмала, соотношение к муке и крахмала 1 к 20 Шпинат Шпинат здесь подойдет рубленный Если вам достался в магазине шпинат листовой, то лучше его порубить ножом Соль Воду В жидкую основу подмешивайте муку и тесто будет становиться плотнее и плотнее Шпинат в тесте играет роль в цветовой нагрузке Потому что он абсолютно безвкусный, тесто приобретет просто зеленоватый цвет Тесто месим до того момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам Замешанному тесту нужно постоять 10 минут, для того, чтобы набухло клейковиной, и оно стало эластичным На счет 3 я раскатываю тесто и делю его на равные кусочки Ну вот я раскатал тесто Делю его примерно на равные, так скажем, кусочки Каждый раскатываю до состояния блинчика Для раскатки подсыпаю муки Вот я раскатал тесто Попробовал вырезать кружок Маленький получился Сделаю побольше Ну вот, я раскатал тесто на тонкие блинчики и готов их жарить на сухой сковороде На счет 4 я обжарю тесто на сухой сковороде Раскалю я сковороду Кладу тесто и не отхожу от сковородки, чтобы, не дай бог, его не пережарить Оно будет сохнуть с обоих сторон, а я буду его переворачивать Тесто начинает пузыриться Показатель того, что оно готовится Вот, первый блинчик готов Отправляю следующий Сковородку предпочтительно обметайте от подгоревшей муки Время приготовления блинчика на раскаленной сковороде занимает, ну, 2 минуты Вот у меня готов второй экземпляр Ну и малявку, которую я вырезал первой Хочу тоже обжарить На счет 5 я протру картофель У меня есть вот абсолютно волшебная насадка, которая протирает сквозь дырочки мой картофель Сначала я делаю это насухо Картофель протерт Получился прекрасный картофельный дюшес Именно так профессионалы называют протертый картофель без участия каких-либо компонентов Вкус картофеля я подчеркну мускатным орехом Чуть-чуть посолю Так как картофель у нас варился в соленой воде С солью будьте поаккуратней И добавлю сливки Немного Перемешаю Ну вот Картофельный фарш на костыбы у меня готов На счет 6 я устраиваю свадьбу картофеля и тесто А то есть начиняю мое тесто тем, что у меня получилось На половинку теста выкладываю фарш И складываю элементарно пополам Опять на одну половинку теста укладываю картофельный фарш И складываю пополам Я готов подавать блюдо На счет 7 я засервирую костыбы Малявку я положу на маленькую тарелочку А два побольше положу на большую Полью кунжутным ароматным маслом буквально чуть-чуть И хочу самимпровизировать Украсить веточкой базилика У всех вкусы разные Я уважаю ваш татарский костыбы С картофелем к вашему столу Приятного аппетита С картофелем к вашему столу